И последние 250 километров отделяют далекое село Тяня от Алёкминска. Путь проходит через реки и высокие горы. Такое отдаление повлияло на уклад жизни села и позволило сохранить свои традиции. Не могло это не отразиться и на школе, где сегодня обучаются чуть больше 50 детей. Подробности далее. 90 лет прошло со дня основания школ в далеком селе Тяня. Здесь свой мир и свой особенный уклад жизни. До сих пор живы и бережно сохраняются традиции поколений. Обязательный набор предметов, как и всюду, но в процессе обучения мягко вплетены свои особенности. Цель всего учебного, воспитательного процесса – это развитие и возрождение евангельского языка и культуры. И сейчас у нас работает РЭП, Республиканская экспериментальная площадка, НИНТЕЛЬ, что означает корни, где главной целью является развитие языка и культуры. Творения мастериц села и детей изумляют. Секреты бережно хранятся и передаются молодому поколению. Когда-то это проходило просто в общении. Преподаватель евангийского языка и литературы Ляна Алексеевна Яковлева вспоминает, как ее тогда еще совсем маленькую девочку привезли учиться. Далеко где-то, видимо, жили. Я помню, три дня мы ехали, чтобы приехать учиться, поступить в школу. И меня даже... И потом отец уехал, видимо, от этого, от родного человека, хочется в тайгу свой лес, свой родной дом. И вот при плаче-плаче, мне, я помню, позднюю осенью было уже, снег был. И меня сняли с шубу дохота, повесили на вешалке. И потом я взяла, заплакала, громко-громко заплакала. А меня, вот, воспитательница Римма Николаевна, я услышала вот такой родной голос. Она сказала, она не по-якутски не обратилась, она мне обратилась на родном языке. И сказала, Ляна, ты почему ты платишь? Он видишь, как только детей из далекой стада только приехали, ты уже не учатся, нельзя плакать. Сегодня школа – это красивое и уютное здание, ученики которой отличаются большой любознательностью и стремлением получить хорошее знание. Стопроцентное поступление выпускников подтверждает это. Если посмотреть три последние года, то вот в среднем процент поступаемости в бузы составляет 40-50 процентов. Остальное – в среднем учебном заведении. Или вот один, ну там 10-12 процентов – это служба в армии. Само празднование юбилея школы отличалось необыкновенной теплотой. Зрители воочию увидели результат работы педагогов. Уже в завершении у ребят прошли соревнования. Как и все остальное, они носили свой колорит и еще раз подчеркнули неповторимость школы в селе, скрытым высокими горами и бескрайней тайгой. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Олег Минск.